Молодых деятелей науки вновь отметили на высоком уровне. В четвертый раз в Омске прошло вручение молодежной правительственной премии. На торжественной встрече губернатор Виктор Назаров поздравил лауреатов, поинтересовался о трудностях, с которыми приходится сталкиваться молодым ученым, и даже предложил совместную работу над проектом «Технопарк». О создании такого технического кластера, это туда будут входить сегодня якорные предприятия, это «Газпромнефть», «Российская академия наук» и «Технический углерод». Это три якорных предприятия, которые сегодня мы создаем. Это технический кластер, который сегодня есть в проработке с военно-промышленным комплексом. И на базе предприятия «Тыш» сегодня они готовы нам отдать, когда уже проведутся переговоры, ведутся. Они отдают нам целый корпус под развитие таких инвестиционных кластеров, которые мы сегодня хотим наполнять, в том числе и с вашей помощью. В 2013 году на соискание молодежной премии было представлено 29 работ в сфере медицины, биологии, техники, экономики, экологии, права, истории, химии и физики. В результате сложнейшей работы комиссии из большого количества проектов были определены четыре лучших. Их авторами стали Константин Дмитриев, научный сотрудник Института проблем переработки углеводородов, сибирского отделения РАН, Павел Викленко, доцент кафедры философии и политологии Омской Академии МВД, Ольга Стришкова, преподаватель кафедры адаптивно-физической культуры Сибирского госуниверситета физкультуры и спорта, и Елена Гебель, доцент кафедры автоматизации и робототехника ОМГТУ. Я представляла свой проект, посвященный использованию нейробиоуправления в подготовке высококвалифицированных гимнасток. Это новая технология, достаточно сложная на сегодняшний момент, поскольку основывается на биологической обратной связи. С помощью неё мы как раз предлагаем спортсменам, высококвалифицированным спортсменам, регулировать свои параметры физиологические, которые на сегодняшний день у них находятся вне контроля сознания. Наше исследование явилось уникальным в том плане, что оно позволило установить специфические эффекты, которые характерны непосредственно для гимнасток, и которые в дальнейшем позволили им повысить в некоторой степени их соревновательную результативность. Очень приятно, что лауреатами премии стали не только представители естественных и технических наук, но и гуманитарных наук, которые представляют не прикладные, а фундаментальные исследования. Это огромное достоинство этой премии и работы, которая проводится правительством Омской области и губернатором. Каждый лауреат получил хрустальную статуэтку и денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Как уверяют молодые учёные, это, несомненно, станет для них стимулом для дальнейшего развития.